Семья — это центр культуры. Как человек относится к семье, поэтому мы меряем его культуру. Бескорыстное служение, любовь, сострадание — вот эти вот вещи, в принципе, они во всех религиях очень хорошо написаны. Самое счастливое состояние — это служение. Настолько понятно становится и живо вот эти ценности. Семья — это когда не ты первый вместе, а когда ты начинаешь служить своей второй половине. Если ты не выдерживаешь жену, это означает только одно — у тебя нету контакта внутри с Богом. Сейчас проблема не в том, что люди верят в Бога или не верят в Бога. Проблема в том, что и верующие, и неверующие люди могут жить, как все, материально, но тоже ради себя. Я не должен уверовать. Будут призывать друг друга к истине, будут призывать друг друга к терпению. Господи, вот это и есть духовное решение материальных проблем. Просто собрались люди и говорят, и могут слушать друг друга. Вы знаете, мое сердце ликует сегодня. Наше предназначение, собственно, остановить деградацию духовную в мире. Все конфессии, все духовные люди — это наша ответственность с вами. Спасибо большое, дорогие гости, дорогие друзья. Друзья, ответственный момент, волнительный момент. Мы с большой благодарностью к тем нашим гостям, которые сегодня в числе первых, кому суждено открывать этот симпозиум, будет проходить в течение восьми дней. И надо ли говорить, что это большой Александр Геннадьевич Хакимов, Марина Замшарифовна Таргакова. К нам присоединился сегодня Инсав Казрат, наш второй ведущий Сергей Аваков. Предложил, посоветовал эту кандидатуру. Наш дорогой гость Владар Иванов тоже в свое время получил это замечательное имя у старца Василия. И вот этот вот дух такой коренной российский. И наши замечательные гости Александр Геннадьевич, Арина Замшарифовна, которая изучает таинство вед. Поэтому вот на стыке этих разных культур, разных традиций, сегодня мы попросим их поделиться своим пониманием, видением той проблематики, которая возникла в рамках Института Семьи. И в рамках темы отношения и семья мы хотим сегодня попытаться понять те фундаментальные духовные решения, которые возможны в том, где сейчас оказалось человечество, наша страна в частности, в ряде районов государств по миру. Это глобальная сейчас проблема. Количество разводов достигает 70, 80 и даже 90%. Это практически стало каким-то повальным. Поэтому мы сегодня хотим понять, как же так, почему то самое, казалось бы, светлое, легкое, всеми ожидаемое, волшебное, то, о чем, наверное, каждый мечтает в своей жизни, но поворачивается прямо противоположным образом, что люди не выдерживают, становится подчас невыносимой пыткой. Надеемся, что по итогам этого обсуждения мы сможем найти именно духовное решение на те вопросы, где сейчас в этой сфере возникла огромная проблема. И уверены, что то знание, та глубина, тот опыт, та любовь, которыми обладают наши гости, она позволит пролить свет. А шутка ли сказать, Александр Геннадьевич в отношениях находится 40 лет со своей достопочтенной супругой. С нами Владавр Иванов, который более 30 лет в браке и имеет семейных детей. Инсав Хазрат, который воспитывает своих замечательных детей и также несет семейные ценности наряду вместе с Мариной Замшарифовной, которая помогала всеми на крайних точках восстанавливать отношения, восстанавливать любовь. Поэтому мы просим сегодня их говорить об этом. И формат первого этапа будет такой. Каждая из наших гостей даст какую-то вводную, где-то предзаготовленную, где-то спонтанную речь с учетом тех гостей, которые сегодня пришли на 15 минут, после чего у нас будет возможность для обсуждения. Александр Геннадьевич, вы к нам чуть-чуть позже присоединились. Если вы по-прежнему хотите и можете быть первым, мы будем рады вам, как самому старшему из наших сегодняшних гостей. Благодарю вас. Можно я послушаю сначала? Да, конечно. Тогда, Володар, мы были готовы к этому развитию событий. Пожалуйста, вам. И потом будет Инсав Хазрат, после него будет Марина Замшарифовна. И потом закрывать будет Александр Геннадьевич. Благодарю. Ну, знаете, я совсем не ожидал, что буду многодетным. То есть это не было даже где-то у меня там, не знаю, даже во снах такого не приходило. Просто получилось так, что в один ребенок родился, потом второй, и как-то так вот мы неожиданно отошли до семи детей. Вы знаете, вопрос у нас как стоит, да? Что сделать так, чтобы семейные ценности были в стране как-то, скажем так, на более высоком пятистале, что ли? Как сделать так, чтобы гармоничные отношения были нормой, а не исключением из правила? Я долго тоже думал на эту тему, почему вот практически все мои ровесники развелись, почему у кого-то уже два брака рассыпалось, почему столько цинизма у мужчин там к 50 годам по отношению к женщинам. И вы знаете, наверное, тут целый пласт, нужно рассматривать причин, но одна из них — это все-таки эгоизм. Все-таки эгоизм, что я прихожу в семью не служить, я прихожу в семью не работать, не выполнять свои обязанности, а я прихожу в семью наслаждаться. Вот если вот такой есть настрой, то есть я хочу, чтобы жена меня как-то ублажала, я хочу, чтобы она была источником, ну, как бы вот моей радости, которая будет бесконечно, да, то тут, наверное, я рано или поздно потерплю поражение, потому что жена, она иногда бывает грустная, иногда бывает какая-то, скажем так, больная. Вот мы семь раз рожали, у нас не было никаких там двоин, то есть семь раз беременность, семь раз рода, и, конечно, что перед родами, после родов есть такие периоды, когда там трудно получить какую-то телесную радость от женщины, надо, наоборот, ухаживать за ними, то есть надо обходить в момент служения. И вот если к этому готов, что можно служить и месяц, и два месяца, и полгода без каких-то ожиданий плодов труда, то, наверное, здесь и кроется вот этот вот ответ на вопрос, да, то есть бескорыстное служение, любовь, сострадание, вот эти вот вещи, в принципе-то они все во всех религиях очень хорошо написаны, да, что относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились, да, то есть чувствуй боль другого живого существа. И вот если в отношениях хоть как-то, хоть немножко задаваться вопросом, там, дорогая, что я могу сделать сегодня, чтобы твой день стал хоть чуточку лучше, если вот таким вопросом задаваться, если с таким посылом подходить и говорить, и делать самое главное, да, то говорить-то можно очень много, ты любимая, красивая, у тебя голубые глаза, но если делать это в поседневной жизни, да, то есть продолжать, выполнять свои обязанности отца, обязанности мужа, то потихонечку все будет налаживаться. Конечно, есть трение между мужчинами и женщинами, конечно, это две разных вселенных, это два разных мира, но надо делать маленькие шаги навстречу, надо видеть, где я могу помочь. Вот вы знаете, пока вот мы сейчас здесь готовились к конференции, да, и забежал на кухню, чтобы водички набрать в свою кружку, вот набрал здесь, да, чтобы не кашлять, а жна там картошку чистит, вот. Уже такая, знаете, немножко грустная, семья-то большая, вот, картошку надо чистить. И я тут же схватил ножик и тут же стал тоже и помогать чистить картошку, вот. Вы знаете, я смотрю, она немножко улыбнулась и немножко стало легче. Понимаете, вот в таких мелочах и соткана семейная жизнь, то есть ты как только видишь, что ты можешь где-то поставить плечо, ты как только видишь, что ты можешь чуть-чуть сделать и взять на себя какие-то обязанности, да, даже просто психологически помочь, сказать доброе слово, сказать там, так, как хорошо сегодня выглядишь, какие у тебя, смотрю, новые сережки появились в кушах, как у тебя красивая прическа. Все, понимаете, вот поддержка, то есть я не хочу брать в отношения, а я готов отдавать, да, то есть я настроен, настроен вот на это состояние, что можно вам дать, да, мои дорогие и близкие товарищи в семье. Если такой настрой в семье, если мы с таким настроем приходим на служение, то тогда, конечно, очень многие проблемы можно решить. Тогда не будет вот этого ожидания, что где мой вот этот вот кусочек наслаждения, где вот эта моя какая-то такая вот обещанная мне радость, да, почему ты меня не радуешь, да. Ну, женщины же, они все-таки очень большой труд, да, вот это ужас, это выносить, родить, потом это воспитать, но самое сложное – это впитывать беспокойство детей, психологическое беспокойство детей. Потому что когда я вот смотрю, как дети продолжают звонить моей жене, да, хотя им уже 20 лет, да, там одной дочке уже 24 года, каждый день, каждый день, она вот как в таком режиме, не знаю, психологического откачливая, каждый день с кем-то говорит по часу, по два, по три, она все это впитывает и впитывает, и впитывает, и впитывает, бесконечно и конечно на переполнится любая женщина если будет впитывать беспокойство детей начиная с месячного возраста когда зубы режутся когда какие-то у нас там школе проблемы мальчики потом идут 14 лет конечно женщина она как бы вот переполнится этим беспокойством и тут нужен мужчина тут нужен мужчина как поддержка что он ее берет и успокаивает у него есть вот это вот способность выдержать беспокойство женщины но тут как бы есть секрет если мужчина не замыкается на блога если мужчина не замыкается на молитву если он не замыкается на высшее да на высшее что есть над нами то в этом случае мужчина тоже переполнится и он тоже как бы будет рано или поздно находиться в состоянии такого знаете вот шарика воздушного которого надувает надувает он рано или поздно просто не сможет впитывать или И кружку, куда наполняет беспокойство, просто из берегов будет выходить. Поэтому тут очень простой секрет. То есть жена впитывает беспокойство детей, и в силу своей природы заботится о них. А мужчина, просто он помогает женщине это все обратно впитать. А потом дальше идет свою келью, или свою, не знаю, комнатку. Берет свой какой-то волшебный талмуд, свою сокровенную какую-то молитву, и начинает просто говорить, господи, все в твоих руках, я твой слуга, спасибо тебе. И если это не применять, вот если этого не давать, если мужчина просто на своем эге будет как-то пытаться вылезать, то в любом случае он рано или поздно как бы иссякнет. Потому что только наверху у нас есть бесконечный источник. Вы знаете, я был нормальным атеистом. Я работал оперуполномоченным уголовного розыска. Вы знаете, я закончил ЛГУ, ЮРФАК. И все там в жизни моей было не очень сладко, когда я работал этим оперуполномоченным, со всеми вытекающими, интересно, побочными эффектами. И у меня сил было не очень много. Я помню, ползал там уже, не знал, как дальше вообще жить. В том числе и с женой, как общаться. Но как только пришел в мою жизнь этот механизм взаимодействия, диалога со Всевышним, вы знаете, все как бы стало на свои места. Потому что тогда, как поется церковь, да? Яко с нами Бог. Вот яко с нами Бог, вот тогда и все можно пережить. Как можно какими-то, не знаю, быть слабыми, если над тобой такая мощь? Надо просто открыться. Надо просто повернуться лицом к этому солнцу. Надо просто перестать вот так вот от него прятать, сказать, все, я в твоих руках. Я как бы солдат твоей армии. Я, чтобы не случилось под твоей защитой. Вот когда вот это есть настрой, когда вот это есть понимание, что ты не один, ты не одинок, ты не брошен, а есть рядом с тобой вот такая мощь, то ты любую жену выдержишь. Поймите, что если ты не выдерживаешь жену, это означает только одно. У тебя нету контакта внутри с Богом. И уже не важно, какой конфессии, какими молитвами, какими путями ты этот контакт с Богом находишь. Вы знаете, мне очень понравилась во время такая интересная вот притча, что коровы бывают разных цветов, но все дают молоко белого цвета. Смотри на различные религии, как на коров разного цвета, а на знания, которые они дают, как на молоко. Вот здесь, в принципе, и секрет, что неважно, какой ты путь выберешь, как ты какие себе, я не знаю, там красивые книжки поставишь в авторитет. Поэтому важно, насколько ты сможешь этот контакт безгранично вот этого Бога принять в себя и стать его частью. И если ты подходишь к жене, и тебя выколбашивают от нее, сердце начинает трясти, и ты начинаешь говорить, выйди, успокойся, а потом приходи, означает только одно, у тебя внутри нет этого мира, у тебя нет этого как бы мощи. И каждый раз, когда у меня какие-то были конфликты в семье, я каждый раз себе вопрос задавал, где я слаб, где я слаб, то есть нигде она плохая, ни что она должна делать, ни что она где ошибается, почему она меня кричит, где я слаб, почему я не могу это все вытаскивать, почему я не могу иметь такое большое открытое сердце, почему я не могу ее просто где-то приобнять и сказать, прости, я был неправ. Ну, знаете, это так сложно. Вот я 20 лет не мог это сказать в семейной жизни, да, прости, я был неправ. И все время доказывал, что я молодец, я как бы вот спорил с ней. А потом как-то я увидел себя, я увидел, что как бы я много на самом деле ошибаюсь, я много где паразитирую, даже где-то на жене. Вот это вот мой путь, скажем так, гармоничности в семье вот начался с этой фразы, да, прости, я был неправ. Потому что когда мы считаем себя безупречным, когда мы считаем себя идеальным, да, мы ставим себя на место Бога, вот тогда и происходят все засады, потому что никто не безупречен в этом мире, только Бог. Вот когда это осознание дойдет, тогда у нас не будет эти 70-80 процентов, когда мы будем думать, как самому стать лучше. Вы знаете, такая есть хорошая фраза, да, изменись сам, и мир вокруг тебя начнет меняться. Да, кто там говорил, тамахатмагадзин говорил. Так вот, надо меняться, надо меняться самому. Но меняться не на словах, там, не ритуальность какую-то впадать. Знаете, красивую одежду надели, красивые стали словосочетания говорить. Надо меняться внутри, надо свое сердце из камня превращать в масло. Надо сбивать этот бетон, который там, не знаю, метрами у нас, у каждого там, да, навален вокруг этого сердца. Брать отбой на молоток, да, усердности, и отдалбливать этот бетон. Вот тогда начнется хоть какое-то понимание, что такое семейная жизнь, что такое жена. А так, пока мы считаем, что у нас есть какое-то удовольствие, хорошая машина, например, да, Порш какой-нибудь купил себе, или Лексус, или Мазерати, или телефон там какой-нибудь, айфон 15-й. Вот. И в этом же списке где-то стоит жена. Тогда у меня вот такая есть классная штука, такая классная вещь, и вот тут как ожерелье, такая как вишенка на торте, такая еще красавица жена. Смотрите, такая вся бриллианта, такая вся улыбающаяся. Но у женщины два конца. Один как бы вот такой улыбающийся, такой, знаете, заряжающий, а другой, знаете, такая вот, которая может тебя порвать. Нужно принимать женщину всю целиком, такая, какая она есть, со всеми ее, скажем так, усталостями, со всеми ее тревогами. А не так, что мне только, пожалуйста, вот вершки, а корешки кому-нибудь другому. Иди вот отдохни куда-нибудь, да, а потом приходи ко мне снова, вот такая вся уютная. Нет, нет. Знаете, вторая вещь, которая мне помогла очень сильно, это когда я понял, что у меня нет жены, у меня есть еще одна дочка в семье. Вот. И когда я это понял, что у меня есть еще одна дочка в семье, она также может поплакать, она также может устать, она также может где-то капризничать. Мне полегчало. То есть, ну вот, да, дочка, надо с ней пойти погулять. Папа, пойдем погуляем, пойдем погуляем, все. Надо как бы ее, не знаю, похвалить как-то, надо ей помочь. И вы знаете, очень сильно мне это помогло. Но это мой личный путь, возможно, это не всем поможет. Вот. Возможно, это наши индивидуальные отношения с моей женой. Вот мы вместе уже 34 года, и вы знаете, вот, наверное, только где-то после, может быть, там, 25 лет семейной жизни я только начал врубаться вообще, что такое женская вселенная, что такое вообще настоящий мужчина, что такое, что вообще требует, да, женщина от мужчин. Они требуют от мужчин успокоить их ум, понимаете, они требуют быть от нас спокойными, да, что мы все решим, все будет нормально, не волнуйся, я как бы все контролирую. В каком бы состоянии она ко мне бы не пришла, сейчас у меня еще три взрослых дочки, вот, поэтому здесь как бы уже такой хороший тренинг и от молодых, да, и вот от жены. Надо успокоить. И вот ко мне приходит дочка очень часто, просто, да, я сейчас там 18 моей младшей дочки, она просто вот приходит, рядом садится, а я ее глажу по голове. Просто молча, просто глажу по голове, вот. И я понимаю, да, сострадание, что человек попал вот в это тело, как бы он немножко как бы страдает, он немножко переживает. Какой-то там колледж, какие-то непонятные там экзамены, впереди там какие-то поступления в институт, он очень сильно мучается. Надо просто сказать, все будет хорошо, даже если поступит в школе, я тебя все равно буду любить. Даже если ты сдашь на двойки, даже если ты не будешь работать целый год, ты моя дочка, все, ты под защитой. Вот это требуется, понимаете, ты моя жена, что бы ни случилось, я не требую тебя каких-то миллионов, каких-то там, не знаю, докторских наук, ты под моей защитой. Ты просто любима, ты просто сама. Что бы ни случилось, я с тобой до конца. Понимаете, верность, верность это то, на чем стоит семья. Если есть эта непоклебимая верность, если есть вот это вот четкое, абсолютное у женщины чувство, что мой мужчина со мной всегда, она успокаивается. И тогда вот ее ум приходит в успокоение. Да, вот тогда я успокаиваюсь, что мой мужчина со мной всегда. Поэтому нужно у себя внутри все эти метания, все эти метания убрать. Что все, я сделал свой выбор, все, что бы ни случилось, это моя женщина одна и навсегда. Как церковь там, когда венчают, говорят, до гробовой доски, пока смерть не разлучит нас. Вот, я там не слишком разошелся. Время еще есть у нас, и все уже. Спасибо, Ладар, что уточнили, буквально минуту, может быть. Спасибо вам большое за такую пламенную речь. Вот. И вы знаете, когда вот у вас уже появляются внуки, когда дети взрослеют, вот у меня уже старшему сыну четвертый десяток, и когда вот смотришь вот на эту любовь детей, когда видишь продолжение своих плодов уже во внуках, вот тогда ты понимаешь, что да, эти усилия, от этого чистая совесть, от этого, знаете, когда можно посмотреть в глаза своим детям, детям, да, и мальчикам, и девочкам, что как бы ни было тяжело, но вот в этом, как бы, да, по отношению к своей жене, к вашей матери, я ввел себя, как бы, ну, честно, да, давайте слово такое скажем, просто честно. Вот это вот спокойствие на душе, оно, знаете, оно дорогого стоит, да, когда ты просто выходишь, ты себя радуешь не количеством, там, купленных квартир, не количеством каких-то, там, заработанных миллионов на счетах, а чувствуя такой, знаете, глубокой, спокойной удовлетворенности, то есть я сделал свое дело, то есть я выполнил свои обязанности должным образом, то есть я нигде не накосячил. И дети, когда они смотрят тебе в ответ, они, вот это вот уважение к отцу, они, ну, знаете, это как бы классно очень, то есть это просто вот папа, мы тебя любим, и знаете, прямо так тепло, тепло на сердце. Поэтому подумайте, подумайте, что вот эти трудности временные в семье, они вот пройдут, ничего страшного. Главное просто идти дальше, быть таким вот локомотивом, быть таким, не знаю, просто сострадательным, благодарным, каким еще, добрым, понимаете, просто быть добрым. Надо просто относиться к живому существу с добром, вот. Если коротко, то вот так. Спасибо большое за такой старт, Баладар. Я очень рад, что именно вы это сделали. Нам удалось настолько по-земному, по-человечески, по-сердечному говорить об этом без эзотерики, возможно, какой-то. Это очень ценно и прямо шло от сердца, поэтому мы благодарим вас. Инсав, передаем тогда слово вам. Сав, Азрад. Добрый день, здравствуйте. Во-первых, хочется поблагодарить за приглашение, участвовать в данном симпозиуме. Большое спасибо. Ну, конечно, Баладар все рассказал. У него опыт очень большой. Я уж не могу похвастаться таким опытом, но, слава Богу, 8 лет, как мы уже женаты, и вот за эти 8 лет мы воспитываем троих детей с женой, слава Богу. У нас все впереди. Я надеюсь, мы тоже, вот, если это Александр Хакимов сказал, 40 лет вместе, мы уж тоже надеемся, что долгие-долгие годы будем совместно жить, воспитывать детей, внуков. И вот, я уже 11 лет имам, и поэтому, как бы, по роду именно и по своей профессии мы часто участвуем в разных комиссиях, в разных собраниях, где вот обсуждаются именно традиционные ценности, семейные ценности. Конечно же, та статистика, статистика вещь такая, сами прекрасно знаете, то, что очень много, к сожалению, браков заканчивается именно разводом. К сожалению, очень много семей распадается. Это большая проблема, и эта проблема среди наших единоверцев тоже имеет место быть, так как я имам и несу прямую ответственность за своих единоверцев. Поэтому проблема эта действительно есть. Очень много браков распадается, к сожалению. И мы тоже читаем никахи, вот непосредственно. То есть имамы, они занимаются одной из их деятельностей, это чтение никахов, непосредственно именно актов бракосочетания между верующими людьми. И, к сожалению, бывает, и до нас доходит вести то, что и кому мы читали никахи, они тоже, к сожалению, разводятся. Но здесь тоже нужно понимать, и вот, как вот Володар сказал, вот об этом размышляем, мы тоже размышляем, что же делать, как же сохранить, то есть как же сохранить эти семьи, и непосредственно вот именно с прихожанами, потому что вот те мечети уж, которые, как бы мы работаем, служим в этих мечетях, именно непосредственно про них, вот тоже хочется сказать, потому что вот наши вот вещи уж я хочу поделиться, поговорить о своем опыте только маленьком, но все-таки какой-никакой опыт, именно поговорить о той работе, которая вот непосредственно ведется в наших приходах, и как бы упомянуть то, что в общем происходит. Вот в наших приходах, вот к нам приходят, например, связываются с нами родители. Родители связываются и говорят, вот нужно прочитать никах, то есть никах — это пусульманское бракосочетание между нашими молодыми людьми. А есть у него свои определенные условия, при которых никах читается, все, мы вот собираемся, большое-большое торжество, большой праздник, читаем никах, объясняем, но, к сожалению, потом так бывает, то что вот доходит до нас новость через полгода, через несколько месяцев, либо через год, к сожалению, например, это семья, что эти молодые разбегаются. И вот иногда родители приходят, спрашивают, почему же это происходит. Ну смотрите, вот здесь Валадар сказал очень отличную мысль, которую я вот тоже хотел об этом сказать. Вот я спрашиваю у молодых, когда читаю никах, я у них спрашиваю, вот почему вы женитесь? У нас вот проходят у нас консультации, мы с ними разговариваем, это же очень большой ответственный шаг. Это же мы же, ну как сказать, выбираем спутника жизни, как бы намереваясь всю жизнь пройтись. Это же не просто, это же не одежда, это же не что-то временное, а как мы намереваясь с этим спутником, пройди, я вот спрашиваю молодых, вот у парня спрашиваю, девушки спрашивают, почему вы, вот почему ты женишься на ней, либо почему ты вот решила выйти замуж за него. И вот как Валадар правильно говорит, большинство ответ какой, я буду с ним счастлив, или я буду счастливой вместе с ним, то есть он меня осчастливит. То есть в основном все ждут, когда кто-нибудь придёт, что сделает меня счастливым или счастливой. То есть вот это я. Это я, прежде всего, вот меня должны прийти сделать, я счастливый, должны меня сделать счастливым, и все ждут, когда кто-то придёт и сделаетесь счастливым. Вот, и мы уж пытаемся объяснить молодёжи, то что всё-таки не так, что всё-таки семья — это когда не ты первый вместе, а когда ты начинаешь служить своему своей второй половине тоже самое муж должен служить жене жена должна служить мужу я всегда говорю вот никак исламское бракосочетание это треугольник это треугольник как вот как понять треугольник вот если в одном углу стоит жена в одном углу стоит муж то в одном углу стоит бог когда вот вот это вот будет гармония между этим всем тогда враг действительно будет счастливый когда будет понимать и муж и жена будут понимать то что этот человек который ему господь предопределил чтобы ты встретил его на своем жизненном пути это является не только услады и не только является утехой и как бы каким-то наслаждением нет это является прежде всего служение это является прежде всего поклонение вид по исламской точки зрения создание семьи это является одним из высших степеней поклонение всевышнему вот это конечно же те люди которые тоже наши братья и сестры которые еще не ведут такую религиозную жизнь конечно же и как бы не как он в основном проходит как только обряд как что-то вот но бабушка сказал дедушка сказал то есть как бы надо вот этот и как прочитать обряд и они как бы это проходит и к сожалению без этих пониманий без этих понятий к сожалению очень часто семьи от молодые что разбегаются сожалению это есть вот хочется как бы мы вот на своих приходах работаем уже с молодежью работаем не только с молодой молодежью работаем с их родителей прекрасно знаем наших прихожан которые посещают значит нашу мечеть и каждый день в пятницу то есть частые посетители прихожане и мы уже с ними работаем и объясняем вот такой отец вот такая мать как воспитывать детей как воспитывает дочь как воспитывать сына и очень радостно для нас когда вот между нашими же прихожанами происходит именно то что один у одного . у одного сын и как бы они сочетаются создается семья и вот слава богу слава богу эти семьи очень живут ну как бы мы знаем только благо без проблем наверное не бывает но все-таки они как бы живут так скажем уже много лет слава богу уже много и вот что хочется еще добавить проблема действительно есть проблема как бы ее быстренько так она конечно же не решится но я уверен то что каждый из нас на своих местах если будет доводить вот то что володар сказал это действительно простые но действительной ценности которые из истины простые истины которые мы должны доводить до каждого и вот в одном из изречений пророка мухаммада сказано обращаясь мужчинам он сказал хай руку он сказал а и руку он в переводится арабского языка означает лучший из вас мужчина вот пророк говорит лучший из вас и про кого он говорит лучше из вас тот который лучше всего относится к своей семье вот не лучший из вас тот который как сказать дорогих там машинах ездит или там больших творцах живет не лучший из вас тот то лучше всего относится к своей семье и вот это самая большая и простая истина который мы должны следом и вот тоже было сказано то есть любить для себя то что любишь для другого человека вроде все просто то есть то как бы ты хотел чтобы было отношение к себе также относить другому человеку и вот конечно же здесь как один наш устаз один наш учитель говорит одной рукой сколько что не махай все равно шума не будет всегда что для того чтобы был шум нужно чтобы две руки соприкоснулись и вот действительно в семье проблемы которые возникают действительно всегда ну как бы то что уж но виноваты так скажем оба всегда так бывает не только мужчина и только женщина вот это вот она к сожалению есть мы уж как бы являемся религиозными деятелями то есть как бы по меру своих знаний по меру своих возможностей доводим людей это то есть как бы религиозное учение и вот все те огромное количество аятов которые приведено в коране либо изречение пророка мухаммада все они сводятся тому все они сводятся к тому чтобы любить уважать друг друга и вот господь говорит мы создали вас то есть из его знамения то что он сотворил вас из вас самих же жен для вас и чтобы вы находили в успокоении друг 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 друге и установил между вами любовь и милосердие и вот здесь в арабском языке вот тот который слово приводится именно молода молода то что любовь есть еще другое слово махаббат то есть наверное слышали есть такое слово махаббат тоже переводится как любовь ну вот есть разница между ними господь не говорит мы установили между вами махаббат он говорит мы установили между вами молода вот махаббат очень себя очень часто связывается именно это что-то вот так скажем страсть вот вожделение страсть а высшая степень любви это молода а пророка спросили а что а какая высшая степень любви он сказал высшие степень любви это уважение друг другу это уважение друг друг и поэтому пророк мухаммед мере ему и благословение когда к нему однажды тоже пришел человек и сказал как вот жаловался на свою жену было сказано он сказал не всякое не ведь не всякий дом и всякий дом строится не всякая семья не всякий дом строится на махаббат и на любви но он должен строиться на уважение ибо тот человек который уважает друг друга он не скажет слово плохого слова и не посмотрит плохим взглядом аскаться мы вот с молодыми с молодыми часто как бы общаемся я не говорю то что страсти не должно быть должна быть она бывает это это естественный но только этой вещью семья и семейная жизнь продолжится не можешь только когда она заканчивается к сожалению часто и семьи заканчиваются действительно когда рождается ребенок когда бытова быть начинается не мне вам уж говорить из из там из тех присутствующий там мало молодой и самый минимальный опыт у меня но из того опыта что я имею из того только что я знаю как бы высшая степень любви это взаимоуважение взаимопонимание когда вот это я эго я а я вот когда вот у нас душе появляется я она вот как вот все выталкивает когда в сердце в душе появляется я она выталкивает все там и богу места нет там и семье места нет там ничего места нет потому что сатана и для него самое важное как он сказал я вот ему важно чтобы все люди последовали этому эгу последовали именно чтобы кроме меня никого не вот 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 это проблема это конечно же мы власть имущие как бы они по-другому это осознают как бы по-другому хотят решить эту проблему хотя сейчас тенденция такая что что все чаще и чаще обращается к религиозным деятелям обращается конфессиям обращается разным именно вот таким как бы цветы духовным вещам потому что без этого никак материальными вещами только невозможно все это закрыть если понимание нету если для чего мы женимся для чего мы создаем семью нету а нужно воспитывать это тоже сейчас вот прочующихся нужно воспитывать а их родители нужно воспитывать вот вы с вами да у меня тут несколько минут осталось он сейчас мы вот на своих проповедей сейчас тем более год семьи объявлен очень мы все мероприятие как бы посвящаем этому и вот родителям всем говорит и на пятничном проповеди то что достойного человека для своей дочери достойного до жену для своего сына они должны искать родитель они не самим не сама молодежь должна искать а родители должны это спитает и наши святые вырастили отправили сами что хотят пускать от не бывает потом к сожалению мы такой плачевный результату приходим а большое спасибо храни нас и бог и как бы пускай всевышний дарует нам свое благословение для того чтобы воспитаться самим прежде всего прежде всего и воспитать наши детей достойными людьми вот это это вот я думаю один человек меня спросил однажды вот как ты вот считаешь какова твоя миссия вообще вот мы же все некоторые страдают миссианство вот у него вот какая-то велик я говорю если я воспитаю своих детей лучшими людьми то есть как вот вот все приложу для того чтобы их воспитать я думаю это наверное будет самым большим служением моим перед богом вот 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 я считаю вот это мой путь храни вас всех бог спасибо 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 большое дорогой кинца возврат очень ценно мое сердце лекарин который в ладар подцепил подцепил не лучше слова перенял у своего учителя православного старца василия как сейчас многие из вещей которые вы озвучивали они перекликаются они межкультурные они имеют вот эту родственную природу и в то же время нам удалось сейчас немножечко дальше пойти мы стали говорить уже фактически напрямую о боге и я сейчас хочу немного усложнить задачу для александра геннадьевич и марина замшарифовны потому что но наверное легко было бы сказать людям религиозным того добавьте бога и все будет хорошо да нет вот инсавхазрат честно признался что к сожалению не является это безусловным условием есть какие-то еще сложности трудности с которыми складываются сталкиваются пары семьи поэтому как же так почему же даже когда приглашается бог в отношении все равно бывает настолько адски тяжело адски больно что не выдерживают люди все равно принимает это решение обособлены идти дальше или создают новые семьи александр геннадь нам подсказали что наверное вам сейчас будет правильно заступить ваша команда поэтому если вы также в курсе это передаю просьбу передаю послание мы тогда вас попросим сейчас говорит следующим добрый день всем большое спасибо за благодарность тем кто говорил и принципе мне тут добавить нечего к этим ценностям то что вы сейчас озвучили искренне чтобы духовные люди тут мы собрались нас к конечно общий общий фундамент духовный мы стремимся к богу к его заповедям и также понимаем значение семьи вот на опыте также вот это прекрасно все но к сожалению таких людей очень мало в нашей жизни встречается только в духовной сфере это не с каждым до выпадает пообщаться учитывая но опыт позитивный бывает и духовных людей и неудачи тоже в семье болезни преждевременной смерти разногласия могут быть серьезные даже распады семьи могут быть все это случается также вот вопрос был почему все таки случается это да несмотря на то что ей заповеди есть бог почему же это но не всегда принимается или не всегда по силам следовать этому пути удачливы те конечно кто встал на этот путь и способен идти по нему идущий да он преодолеет это расстояние оказывается не все обладают такой силой решимостью стать на духовный путь или стать священником например не каждый может человек отречься скажем от светской жизни но если опираться на писание ведические тоже да вот было слово сказано есть два вида любви вот да тоже подтверждение есть такое из божественной любовь есть вожделение и бога водите этот вопрос ставится также какая же сила влечет человека греху даже помимо его воли так говорят на востоке тоже что когда вы видите грех и невольно хочется сделать то же самое это вожделение это до сила и она сильнее человека видите она помимо воли его могут могут может притянуть греху то есть все эти ценности прекрасны да и мы признаем и на люди будут согласны благодарны нам за то что вообще мы говорим на эти темы но но также у них есть свои сложности у этих людей потому что есть вожделение и вот вопрос становится как бы ну такой глубоко научные духовные религиозные со всех точек и нравственные как же все таки это вожделение да вот с ним быть а вожделение она не удовлетворяется написано дальше никогда она подобна огню в которой которой невозможно удовлетворить подбрасывая дрова туда то есть огонь будет всегда пылать чем больше удовлетворяем вожделение тем больше она разгорается на самом деле как же остановить этот процесс или как то отрегулировать процесс этот и неудовлетворенное вожделение вызывает раздражение в человеке гнев вот почему эти ссоры бывают особенно между мужчинами и женщинами очень серьезные конфликты самые болезненные вплоть до убийств в семьях и это писал также еще шекспир до отела и десдемона то есть заканчивается все трагически очень ужасной сценой ревности то есть на фоне вожделения возможно убийство в семьях и сегодня но мы знаем статистику также в казахстане в россии что растет этот тенденция к насилию в семьях в семьях увеличивается но мне недавно я не знаю говорили мне недавно об этом я слышал об этом что это растет также и разводы 80 процентов что было озвучено в начале тоже растет цифра еще несколько лет назад может быть 10 лет назад было 60 70 процентов сегодня же 80 процентов разводов и в некоторых регионах мира 21 2 процента разводов по сей день также слышь некоторых регионах мира но в наших регионах эта тенденция увеличивается это нужно связать с развитием вожделения вот это махабада называется на арабском вожделение а любовь к богу она имеет другой другой термин духовный раздражение гнев а значит я хочу быть счастливым но не получается а я хочу с этим человеком их хотел и хотела и не получается на хочу и не получается и хочу не получается вот этот вот гнев начинает доходить до ненависти ты мою жизнь угробила ли угробил далее 20-30 лет с тобой живу и вся жизнь угроблена это вот путь вожделения путь растления сжигания всех этих вот наших человеческих добрых качеств от этого служи враг служения вот о чем речь шла вот это вожделение и раздражение возникает гнев гнев влиять на память и я уже забываю все хорошее что мы любили друг друга и имели какие-то хорошие планы и надежды была любовь чистая у нас платоническая возвышенная и что я есть душа и что есть бог вот эти вещи в духовные да вот эти чистые забывается под влиянием раздражение гнева из вожделения исходящего когда память потеряна человек начинает материальными способами решать ювенальные стиль с однополые браки там вот все сейчас вот эти вот тенденции идут как от сильных мира сего материальными средствами люди пытаются как-то улучшить состояние нашего института брака но пока есть вожделение ну не получать тенденции не останавливается нет становится все стране и стране этой ситуации что однополые браки они заканиваются ювенальная инвестиция приходит к нам потому что семьи несостоятельность на все все больше и больше и причина но опираясь тут на это на бхагавадгиту и также на то что мы сегодня слышали от духовных людей от вас дорогие что вожделение это враг души так и говорится о нем и наша задача как духовных людей именно противостоять вожделению мы призываем к счастливой жизни это правильное описываю что это такое как нужно правильно поступать как уважать да но почему люди слыша не могут потому что вот есть вот эта сила заставляет их гневаться раздражаться унижать оскорбляя друг друга избивает даже друг доходит до такого состояния примеры видите даже высокопоставленные лица они могут быть таким примером для общества людей плохим ужасающим примером и задача духовных людей трансформировать вожделение в любовь потому что это вожделение его сравнивать знаете с чем с молоком то есть любовь бога это молоко вот то что дает корова до любая духовная традиция дает эту любовь к богу до веру в бога уважение к богу но когда молоко соприкасается с кислым тамарин там или лимонной кислотой трансформируется в простоквашу в другое как бы качество продукта это вот называется вожделение хотя источник один продукт уже другой видите то есть это любовь в душе есть в сердце души говорится дремлет у каждого человека но соприкасаясь вот с этим вот вожделение вот от других людей да вот этой среды и в отделенческая но трансформируется вожделение переходят в другую энергию которая не подвластном не становится задача духовных людей обратный процесс трансформировать вожделение в любовь к богу вот этот духовный подъем духовное воспитание молитва обращение к богу вот то что вы сегодня говорили вот это да вот этом нужно обучать людей как бы на какой-то такой не только но религиозная платформе веры да но еще нужно обосновать сегодня современным людям и показать что это за практика как то вот обосновать логически научно они ожидают да каких-то нижнет веры в это такой как у верующих уже людей им нужны нужны обоснование чтобы не поверили что это вообще возможно да вот эту любовь к богу божественную пробудить в человеке в каждом это факт это можно сделать такие примеры есть возвышенных душ у нас таких и пророки это показывали все эту любовь настоящую до ради которой можно пойти на крест и ради которой можно простить всех когда пророк победил пророк мухаммед он же победил установила поклонение единому богу то не каждый из тех кто был противником ислама решался прийти к нему с повинной с покоренной головой боялись его нас подвижники сказали почему боитесь пророка он очень добрый это было как бы ну главное вот этой вот это доброта его любовь была даже к врагам найти иисус говорил то же самое даже к врагам вот это отсутствие вожделения человека который есть вожделение ему нужно еще настроиться как полюбить врага это вот и вот просто начинает колотить изнутри психически как врага полюбить который вот такие вот злодеяния доделает человек тут я вспоминаю пример шалва аманашвили он говорит еще был когда подросткам в грузии у них грузии было много пленных работала немцев после войны второй мировой в плен попали в грузию эти люди и они там работали и жили очень ну бедно конечно же там что-то там давали им поесть они голодали конечно же эти пленные немцы иногда они приходили ну по домам просили что-то поесть и игорь моя мать аманашвили она давала им поесть а мой отец погиб на войне я говорю мама но почему ты кормишь их они же убили нашего отца моего отца уберя ты их корнишь где-то и меня горит порази вообще нас к то что они убили нашего отца вашего отца это недоразумение но они такие же люди как и все вот это вот удивительно было поразительно и запалывает мне в душу с детства с юности как еще можно относиться вообще вот к окружающему миру вот это чистая любовь безусловная да она такая редкость редкость это такая святость да и ну как я думаю этому нужно обучать вот как вы духовные люди уже это делаете конечно же с большим глубоким уважением с поклоном отношусь к вашей деятельности поддерживаю все что вы сказали мне добавить нечего то что вы говорите тут до доброта настоящие то что вы пересказываете говорите но также меня заботит да как же вот реально помочь людям которые но не понимают нас еще или говорят но и мы все это знаем слышали много раз но у меня вот такой вот муж и такая жена с ним это невозможно вот я часто это слышу но у меня такая жена что с нет невозможно она неверующая а у меня муж тоже не разделяет их духовные интересы вот как тут быть вот как обучает как такой язык найти это вот наша забота с вами иначе люди нас не поймут то есть как бы наше предназначение собственно остановить деградацию духовную мире все конфессии вот все духовные люди это наша ответственность с вами вот мы должны из качества эти пути но мы это уже делаем как я сказал вот но видите побеждает пока вот разводы нас в обществе имеется у нас не побеждает у нас в смерть вы научились жить а вот общество нас побеждает светская ведь они нашли выход однополые браки а где-то написано писание ну где это написано писаниях а люди принимают потому что не обосновали этот принцип они дают что любовь это секс вот это вот вожделение они так и думают это есть любовь настоящая но это ложь это обман и надо разоблачить научно как по подобрать по доброму этот обман чтобы не вызвать какую-то знаете агрессию в ответ еще чтобы нас не прибили кресту всех понимаете тоже за такие слова вот это вот наша с вами работа вот я с вашим почтением сейчас два вот выражаю свою благодарность конечно же я очень люблю таких людей как вы в обществе их очень мало к сожалению но давайте постараемся что было больше таких людей давайте породим духовно больше таких людей и выполнил этот хотя бы свою такую задачу чтобы у нас было больше духовных детей с вами чтобы к ним люди которые шли вот этим путем духовно и только на духовной платформе мы можем победить этого врага вожделения и создать вот эти семьи научиться и терпению и заботе и служению поддерживать дух служения но без бога как вы сказали не представляется это возможно мы это видим уже на практике общество гибнет ну как бы цивилизованы семья это как бы вот именно центру культуры как человек относится к семье вот поэтому мы меряем его культуру не как он на работе на какой машине он ездит как было сказано как он относится к семье и близком люди вот это есть его истинное лицо вот тут давайте мы с вами вместе вот но мы уже это и делаем спасибо огромное тут я закончу спасибо большое дорогой александр геннадий вы конечно вот вместе с марин за замшип безусловно другими гостями тоже являетесь этим примером кто вопреки целому цунами которая вот надвигается стоите и то что вы сотни и тысячи и тысячи и десятки тысяч наверное уже лекции неустанно продолжаете давать вот я также от команды марина замшарифовна слышал что и вот немножко уже горлый голос да то есть вот иногда прям но вот пожалуйста но услышите то есть вот настолько вы все силы отдаете чтобы попытаться пробудить людей пробудить каждого из нас бесконечно благодарны потому что это это безусловно имеет свои всходы имеет свой эффект и это спасительным я говорю сейчас как человек который в том числе слушает и читать каналы каждого из вас это порой критические моменты дает глоток воздуха вне сомнения это так и мы очень благодарны вам марина замшарифовна просим вас тогда продолжить это замечательно ценное общение спасибо большое для меня большая честь сегодня вместе с вами участвовать в этой беседе и сама тема вашего симпозиума это духовное решение материальных проблем и вы знаете я сейчас испытываю чувство что вот именно сейчас это и происходит вот не зря говорят что рыба гниет головы да вот а голова общества это священнослужители учителя врачи это интеллигенция общества и собственно говоря вот эта голова и должна выздороветь и когда мы собираемся и сегодня вот я пока слышу вас всех а когда народ сказали а я думаю эту оперу полномоченные собрались вот точно оперу полномоченные которым господь дает полномочия влиять и вот то что мы собрались и не и не расхваливаем каждый сидит как петух расхваливает свое какое-то это как пулит болото свое да я очень люблю все традиции и какое счастье прям сижу дома господи вот это и есть духовное решение материальных проблем просто собрались люди и говорят и могут слушать друг друга и могут слышать друг друга и говорят да так подхватывают дальше несут это дальше вы знаете сколько лет раскачивалось это вождение эти образы голливудские просто песни стихотворения такие разные праздники и вот собственно говоря народ же верит в это он верит что но если не знаю просто но как-то так одеться вот я не качать не знаю брови вот так нарисовать я буду счастлив потому что человек действительно он хочет быть счастливым здесь не получилось мы уже однополые браки и вот говорят да да у тебя получится то есть фактически это как знаете как козел провокатор идет все стадо туда и вот знаете просто начать сейчас вот просто как глаз вопиющего в пустыне нам нужно действительно вот а именно вот в эту сторону то есть не то что ну как то вот просто напрягись и терпи и смиряйся но не захотят так люди нам это надо сделать очень но привлекательно интересно и чтобы у людей появилось чувство что это ведь дело в том что все те кто я не знаю у нас сейчас такой громкий нашумевший процесс идет да книг тоже несчастливы мы можем думать что вот тот который насилует он же тоже несчастлив вот все все абсолютно несчастливы и вот когда многие люди смотрят на людей верующих они так там тоже несчастливы у них есть идея что бог им поможет и вот когда действительно могут собраться люди говорить что вообще-то на самом деле знание оно как постижение этого знания радостно само постижение знания жизнь поэтому знаю радость вот вы говорите инсав вы же счастливый человек и володар там 7 детей вы же счастливый человек я уверенна что вы когда говорите и жена моя она слушает детей у них там она счастлива она счастлива что у нее столько детей что ей звонят и жалуются 24-летняя она думает ой сынок помнит обо мне то есть это счастливая жизнь на самом деле но очень важно знаете вот сегодня когда говорили о разных видах любви я вспомнила выражением святого августина две разновидности порождают два града земной град создан любовью к самим себе доведенный до презрения к богу небесной любовью к богу доведет вторая бога первое славу вторая стримина к высшей славе бога и вот так или иначе нам очень важно понять что бог это не тот кто мы здесь должны установить здесь какой-то рай а он нам в помощь на самом деле наоборот все а мы начинаем думать как это да будет воля твоя вот сейчас такое время какая же того вот то что сегодня собрались все и общается вот это твоя воля просто чувство счастья у нас это вызывает и я думаю что у всех верующих которые будут смотреть у всех и не наступит и знаете у меня совершенно как-то не знаю сколько быть через какое-то время может мы сейчас не готовы потому что я думаю что традиции могут ну как бы не понять но в будущем нужно чтобы большие такие форумы были с представителями разных конфессий и чтобы мы утверждали что самое но самое счастливое состояние это служение что вы володар говорили то что вы им сам говорили и это в противовес а как раз таки вожделение которое хочет занять все служение себе своими чувством и вот это надо передать очень красиво и так начать жить чтобы сейчас действительно вы правы алексей ну тысячи людей они так начинают жить потому что уже дни до отчаяния от хорошей жизни но они начинают пробовать и это получается и вот я думаю когда мы можем вместе славить господа когда мы можем вместе говорить об этом открыто о том что есть везде и проблемы все если ты в лекциях разделишь и людям дашь понять что есть вожделение а есть боль и это не одно и то же то вот это один вектор направлен на себя другой вектор от себя как бы владар тоже верно помечали вот я думаю что вот эти знания и надо научиться жить научить жить посвящен писание потому что сейчас священное писание подменены психологии ну то есть какие-то прикладные психологические вещи они тоже важны но так важно все таки чтобы вот голова общества она стала светлой и чтобы она действительно но вот тогда видя бескорыстие этих людей бескорыстие учителей вот тогда начнут разворачиваться все остальные слои общества вот это то что мне сейчас приходит я очень благодарна что у нас такая встреча происходит спасибо большое спасибо большое это очень ценно в момент когда вы сказали оперуполномоченным я вспомнил что в ладар и правда был при жизни уполномоченным в том числе правовых органах и очень ценно было тогда от него услышать про те ценности которые он вынес вот сейчас потому что свое время он также и доллару миллионером был и вот сейчас когда у него есть семеро детей есть внуки он может сравнить вот это чувство в сердце знаете интересный момент буквально перед эфиром может быть это для молодого поколения такой более очевидный факт я сделал обновление системы в iphone вы не представляете раньше в iphone был значок где были мама папа и двое детей там даже были разные комбинации но можете себе представить что этот значок теперь там отсутствует там остались я посмотрел у жены у нее пока еще есть я не знаю вот как она сейчас то ли это вот так вот по-новому то есть там остались мальчик девочка сердечко ну какие-то новые комбинации однородное сердечко но там даже теперь нету значка где просто стояла семья с детьми и я не хочу уходить сейчас какую-то конспирологию но я хочу попытаться понять как же так то есть мы все невольно ведь ожидаем что есть какие-то силы света которые борются за это вот как нам увидев что на каком-то знаете таком глобальном уровне есть какие-то симптомы инструменты ходы как сознание людей крадется как вот это вожделение становится акцентируемой силой который вводит буквально в сознание людей какие наши шансы в этом смысле вот как мы можем что мы можем сделать чтобы вопреки вот этим трендам потому что у людей иногда опускаются руки от того что им кажется боже мой на их стороне деньги ресурсы влияния они могут вот даже в учебниках прописывать какие-то вещи они могут на уровне паспорта спрашивать какой из десяти или там уже пятидесяти в канаде кажется полов вы себя относите безумие вот как нам небольшим отрядом симпозиума небольшим отряд что мы можем делать для того чтобы стать вот этой силой присутствие бога и самим также выстоять в этом вопросов открытый каждому это вот режим общения почувствует отклик можно благодар может быть поскольку вы сидели все это время вы знаете я тоже задавал с этим вопросом и помню в начале 90-х я попал жена там очень сильно болел золотуха врачи не могли никак и вылечить и я знаете попал случайно тогда еще был будучи этим упор полномоченным с этим вот постоянным ношением оружия в тайной кабури гадалки или даже может быть целительница так будет более правильно сказать целительница которая реально лечила людей которых врачи отказывались а так и знаете корка прямо на голове было сплошняком мази не помогали к тому же мази было мало в 90-е годы начала такая знаете было шаром покати вот забегая вперед да она помогла вот это вот целительница я помню выходила вот с этой квартиры я так что ты знаете вот как-то впечатлился что она помогает что она как-то лечит бескорыстно я думаю хочу таким же быть хочу помогать людям хочу чтобы мир был чище думаю господи так вот как же так не туда прийти вот к этому помоганию как и вот их наставить на путь вот теперь прошло там сока 35 лет а я вы знаете немножко другом пришел сейчас уже понимание то есть никак наставить на их путь а как самому стать счастливым то есть как стать счастливым самому как вот просто транслировать это состояние радости которые есть внутри тебя то есть как самому стать более гармоничным поэтому я начал свое время там с того что начал определять какие есть во мне грехи какие есть во мне очередной гадости на всякие там сигареты алкоголь вот мат в речи вот это как бы довольно просто и с этим наверное даже не нужно объяснять что нужно из жизни искоренять на есть же более такие тонкие вещи как тщеславие как гордость вот как всякие вот такие знаете эгоистические да что я пуп земли это вот наверное да самое главное я пуп земли и вот как только ты начинаешь это себя ловить за руку от этого демона какого-то шайтана который говорит что вот ты лучше всех ты самый такой умный ты самый такой не знаю там вот имеешь право на большее и когда ты начинаешь для себя вот выдавливать этого раба этого раба вожделения из сердца по каплю то ты становишься более счастливым то есть у тебя нет этого вожделения который говорит мало 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 конечно нельзя потушить костер подбрашивая в него дрова поэтому нужно просто понимать что надо быть благодарным миру за то что есть память это вот это благодарность миру за то что есть это ключевая вещь вот если просто осознать что я просыпаюсь мне открывается глаза я благодарен богу что могу видеть как птицы я сейчас выхожу вот в свой двор тут птицы поют и уже как бы листва распустилась и я думаю как же классно вот они поют просто вот я выхожу и могу их слышать как я благодарен за то птицам что они поют вот этот настрой то есть не то а видеть какую-то гадость в мире да что какие-то сидят тут не знаю вот тут собачники тут собак выводит и везде этот вот помет после зимы тут на дорогах не на этом концентрироваться да то есть не видение мухи обидение пчелы то есть видит только нектар в этом мире а это благодарность то есть я искренне благодарен богу за то что я могу допустим там просто вкусно кушать у меня есть еще вкусовые ощущения языка просто беру какой-то не знаю там салат айсберг кушаю и мне вкусно как же классно как же здорово это как же волшебно и как бы постоянно восторгаться знаете как вот дети они восторгаются миром маленькие дети сейчас у меня уже там внуку скоро три года будет и вот он восторгается всем раз там червячок пополз он восторгается классно да какая-то бабочка полетела он говорит а какая бабочка он благодарен миру что ему такие вот дают интересное открытие в этом мире вот нужно быть благодарным вот это удовлетворенность тем что имеешь это очень важная вещь об это вожделение как раз это противоположная вещь это не насытность это всегда мало мне я всегда достоин большего еще бегом бегом и вот получается если вы или там кто-то там сидит вот на этом скажем так качестве да то есть мне всегда мало то я а точно буду несчастлив а если я буду несчастлив то какие слова я бы не говорил вслух вроде же считает моё состояние внутри в сердце и они скажут как бы ну конечно молодец и такой здоровский тут говоришь там да замерзу любовь мы же видим в сердце мы же твои глаза же видим ты уже как бы не живой а почему они живой вожделение меня разрушает поэтому я сначала будем стать счастливым потому что нельзя никого научить там своим примером понимаете то есть ты должен просто показывать что ты довольны удовлетворенной счастливы на это чертовски сложно да и слова чертовски плохое это архи сложно это архи сложно потому что это самый большой труд как просто полюбить этот мир такая простота как просто вот воспринимать все с такой простотой детской да поэтому я свое время перестал от этого знаете кого-то вот ругать предъявлять что они виноваты жена виновата дети моих ожиданий там да не скажем так как то вот мне вообще дети очень интересны знаете они разбивают все мои ожидания и всем интересы там дал какой-то платный там колледж она ушла вот ожидал там каких-то знаете интересных там вот женихов дочек раз уехала в египет вот и теперь у меня взять мусульманин понимаете так все у меня склеивается очень интересно то есть ты ожидаешь одного а я совсем другого сын там до уехал учиться в токио приехал с американкой да теперь у меня американка живет как бы в родовом поместье это вообще как бы знаете в москву ворачивается одна в египте другая американец привез третий дагестанцем как бы там поженился короче очень интересно вот это вот знаете вот то что я ожидаю от мира то есть да а это же когда не моя будет воля твоя то есть я ожидаю от мира то есть моя будет воля я тут диктую все а твоя будет воля я в благодарностью принимать только ты мне даешь господи да вот есть такая ситуация я благодарен вы знаете однажды еду я в районе внуково там же шесть полос по киевскому шоссе и там постоянно всех тормозят иногда эти вот наши большие начальники выезжают и меня остановили а я очень опаздывал вот я вышел меня первое раздражение такой что опять опять начал сейчас я встану здесь просто встали и всех остановили а потом подумал ведь можно же благодарностью все это принять с благодарностью что мне как бы бог говорит отдохни выйди из машины сядь на этот поребрик подыши кислородом успокойся ты ехал три часа ты уже устал и знаете я вышел заглушил машину сел и сижу и думаю классно же ведь классно же как можно легко просто перейти состояние вот этого как бы злости даут кипения там бибикать когда мы не знают об возмущаться там как-то обвинять и можно просто гореть спасибо господи что дал такую возможность до этого состояния благодарности должны быть внутри когда она есть тогда и возникает скажем так внутренняя на что лет светлость и когда люди видят с тобой соприкасаясь это внутренне стоит классно классно мы тоже хотим а что там у тебя там с одной женой прожил может поэтому ты такой классный что с одной женой прожил это является лучшей пропагандой вот он классно смотрите как он женой общается как он с детьми общается вот чем вот это вот какую-то излучать непонятны под маской какого-то вот знаете такого что вот я все знаю потому что вот этим умом вот этими какими-то такой большой головой с большими знаниями у нас очень много сейчас сожалеет это вот развитая сфера информации и сфера знаний но не томата это люди ценит они ценят доброту сердца потому что каждому хочется чтобы было доброта would отношению к нему чтобы его просто выслушалиах что просто его посмотрели в конце концов просто добрым взглядом на него вот что хотим вот что не хотая чего в мире мире не хватает просто доброго взгляда до что все и без зависти к что так улице снова получается вожделение а снова зависте мне мало это Это снова отсутствие благодарности миру. Это снова моя будет воля, а не твоя будет Господи. Все же очень просто. Вы знаете, я тут тоже хотел сказать, что вот, допустим, Ян Златоуст говорил про семью. Да, вот хочу завершить эти. Что жена и глаза подобны глазам и рукам. Когда глаза плачут, руки вытирают. Когда рукам больно, руки плачут. Вот такое должно быть состояние, понимаете, каждый для другого. И когда вот мы будем немножко все-таки думать, как ближнему, ближнему, с теми, с кем я соприкасаюсь в повседневной жизни. На кассе какой-то кассир. Какая-то просто ситуация на дороге. Вот меня здесь недавно стукнули в машину, в багажник. Я выхожу, сейчас думаю, будут разборки. У меня были негативные аварии, когда, знаете, очень неприятные ситуации. Я выхожу такой же готовый к такому жесткому разговору, хотя меня стукнули. Побегает парень и говорит, все нормально, все хорошо. Обнимает меня, говорит, слава богу, слава богу, все хорошо, все здоровы, все живы, все. С радостью, с радостью, понимаете, нет ни агрессии, ни злости, все. Вот такой просто доброты не хватает в повседневности. Когда это будет доброта в повседневности, тогда мир будет становиться лучше. Но для этого нужно самому очистить свое сердце. Взять отбойный молоток и эти вот тонны бетона, сердце, да, тонны вожделения, да, то, которое вот заскоррузлость такая на сердце, да, и превращать сердце из бетонного в мягкое масло, чтобы оно просто было таким отзывчивым. А для этого нужно иметь смелость. Нужно открывать это сердце. Конечно же, проще замуроваться там этим бронежилетом. Все, и таким ходить. А нужно открыться, потому что бог-то везде, бог в сердце каждого живого существа. Вы поймите-то, нету где-то отдельно. Бог везде, даже в птичке, даже в травке, даже в цветочке. Понимаете, вот бог везде. Поэтому надо как-то к себе, к себе. Поэтому я пытаюсь сам стать счастливым, в первую очередь. Я пытаюсь сам стать таким добрым, удовлетворенным я пытаюсь стать. Я пытаюсь стать благодарным. И если у меня получается, я оглядываю свое прошлое. То, что я был 30 лет назад и сейчас, но я реально изменился. Я реально потихонечку меняюсь к лучшему. По крайней мере, у меня мату больше нет. Но когда я был оперполномочен, знаете, это же просто без слез не взглянешь. Это же просто какой-то был ужасный сленг. Вот, такой профессиональный сленг. Все, я и так, по-моему, как-то очень много дал спичек. Спасибо большое, Володар. Я коротко рефлексиваю на то, что вы сказали. Во-первых, у меня возникло ощущение, что вот оно немножко скопилось. Вот хотелось вам поделиться еще, откликнуться на то, что говорили наши гости. На предыдущую, на первую часть. Но вы мне напомнили одну важную встречу в каком-то там девятом или десятом классе, когда начинались уже алгоритмы, сложные уравнения. И учительница по математике. Мне было, ну, мне непонятно было, зачем туда идти. Уже стало понятно, что будет более по природе. И она мне сказала вещь, я ее очень сильно запомнил. Она сказала, это не твоя вина, это твоя беда. И вот я хотел снова подчеркнуть сейчас вот эту вторую часть и попытаться спросить у гостей, которые дополнительно еще будут говорить по второму кругу. Ощущение, что сам век пронизан вот каким-то таким вкусом, ароматом, сленгом. Он словно, знаете, пропитал все, что находится вокруг. Вот сложно понять. Это один такой володар, который будет как человек добрый, который смог отбойным лотком пройтись вокруг своего сердца, оживить его. Есть ли у нас шанс сделать это по-настоящему массовым? Есть ли шанс у сил света? И каким образом вот это знание может стать, ну, таким же ароматным, доступным, пахнущим, привлекательным, как и то, что нанизывается практически на каждом сантиметре сейчас через рекламу, через телевидение, через радио, через музыку. Возможно ли это? Возможно ли это? Или так уже и будет, что вот этот негативный век, тяжелый век, он будет таким, какой он есть, и вот единицы как-то, просветлев, будут выкарабкиваться. Александр Геннадьевич, Марин Зашарифман, Инсав Хазрат, пожалуйста, если кто-то из вас чувствует отлик, ответить. Кто говорит, ты называй. Пожалуйста, вам, раз вы включили микрофон. Я буду опираться на духовных экспертов, которые выше меня сейчас. И их, как бы, ну, точка зрения их, вот анализ их, выводы относительно современного общества. Истина, она вечная, она одна, Бог один, истина одна. Но с течением времени обстоятельства могут меняться жизненные. Поэтому вопрос главный не что такое истина, как её применить в данной ситуации. Как её сделать понятной вот в этом мире сейчас, да, в нашем мире, где всё пропитано вот совсем другими энергиями, нет духовными. Вот. Время отличается от древних порнических времён или христианских времён, или вот когда пророки приходили. Немало времени прошло, конечно же. И сейчас мир, видите, какой вожделение гораздо больше, чем когда бы то ни было. Методы сейчас, как бы, улучшения жизни становятся странными и, ну, как бы, античеловеческими даже иногда. Да, то есть сокращение населения, допустим, планеты. Вот такие мы слышим вещи, уже обсуждаются. Это вот наше время, да. В наше время применяется только в наше время оружие массового поражения, начиная с хлора. В Первой мировой войне, когда мир содрогнулся от этого приёма, и обсуждали эту нравственность человеческую, да, почему, как мы можем людей травить, как насекомых. Это уже не военная этика, да, разве это честь приносит. Но опираясь на различные теории учёных, было доказано, что побеждает сильнейшие. Это тоже эволюция, это развитие. И вот мы пришли к оружию массового поражения сегодня, к пандемиям. И что же нам вот в этой среде можно предпринять? Вот вопрос. Когда узаконено незаконное, ну, с точки зрения священных книг, духовной природы человека. Вот такие у нас вопросы сегодня. Как это можно осуществить сегодня? И вот, конечно же, собственный пример. Собственный пример — это большая сила. большая сила. И нужно ещё добавить одну вещь. Я бы добавил к этому, что касается вот тех, кто выше меня, добавляют ещё одну вещь. Кроме собственного примера, нужно ещё говорить об этом. Нужно слово использовать и личный пример в сочетании. Мы будем сами расти и помогать другим. И по анализу тех экспертов духовных, на которые я опираюсь сейчас, в современный мир, 90% людей перечисляются к категории невинных. Сейчас я объясню, что они имеют в виду. Невинные. Что такое невинные категории? Невинные. Он совершает грехи, этот человек. Но он живёт, как все, по привычке, как все, как его научили. Но он несчастлив, он сознаёт, что этот образ жизни ему не нравится, не подходит. Он не чувствует, что он счастлив таким путём. Вот есть люди, которые счастливы при любодействии, крадут, и они довольны. Они как раз вкусы в этом вот черпают. А есть люди, которые не хотят так жить, но приходится жить, потому что с волками жить по волчьей выделить. Ну, мы должны так, иначе мы не выживем. Это невинные люди. Если им дать знания этим людям и научить другому образу жизни, они с радостью это принимают. И вот сегодня таких людей, по мнению экспертов, 90% людей невинных, которым просто не хватает знания, духовного знания. И они склонны менять свою жизнь к лучшему, сразу приступают к этому. И всего 10% людей, которые умышленно, они сознательно практикуют греховную жизнь, наслаждаются этим. То есть демоничные такие, демоничные, которые против Бога, против священных заповедей, против такого добра. Добра, они, выживание, выживают сильнейшие. Нужно иметь зубы, нужно иметь клыки. Нужно добиваться своего. Неважно, каким путём ты добыл богатство, потому что души нет. Ты умрёшь, и никакой ответственности не будешь нести. Всё, жизнь одноразово, всё закончится. Какая разница? Греховно ты добыл богатство или правильно добыл богатство. Занял, не отдал или украл. Главное — наслаждайся жизнью и скрывай свои грехи. Таких людей 10% от силы насчитывают эксперты. А большинство людей не хотят такой жизни, не хотят лучшей жизни, естественно. Хотят семьи, хороших детей, традиции. Они склонны принимать духовные знания. Значит, сегодня как раз самое важное — это распространять духовные знания собственным примером и словами. Это самая важная сейчас миссия. То есть другого спасения для мира нет. Если они ничего не узнают, духовной науки мир не изменится. Они просто будут жить, страдая или наслаждаясь, но одинаково. Ведь сейчас проблема не в том, что люди верят в Бога или не верят в Бога. Проблема в том, что и верующие, и неверующие люди могут жить, как все материально, но тоже ради себя. Без бескорыстного преданного служения обществу, семье, отдавать себя. Они всё равно для себя живут. Поэтому они в образе жизни стали одинаковыми. И верующие, и неверующие. В этом как бы и слабость веры, что она на деле не может себя проявить, совершить. Поэтому нужно распространять идею этого чистого, любовного, преданного служения. Богу, семье, обществу. То есть не ради себя жить. Вот этот пример и слово человеческое. Вот таких людей нужно больше и больше, чтобы было практикующих уже в жизни. Но это вот моё понимание, которое я ответил на вопрос. Я опирался на экспертов. Вот я получаю эти знания тоже от учителей. На их прошлые усилия, вот эти бескорыстные, на их опыт бескорыстный великих святых, которые также утверждали, что вот необходимо. Два момента. Собственный пример и слово «вместе». В каком-то смысле, видите, как сказала Марина, что люди, голова общества должна быть чистой, но безупречной, репутацию иметь хорошую. Но если наша голова общества, духовные люди будут иметь сомнительную репутацию, люди не будут нам верить, конечно же. Они будут следовать нашему именно примеру. Как то, что вы сказали, пример ещё важнее. Ведь люди будут делать не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Так написано. Они будут следовать именно поступкам, а не словам. Если отец, куря сигарету, говорит, «Ты, сыну, пожалуйста, не кури, это плохо». Это не возымеет действия. Наркоман никого не спасёт от зависимости. Алкоголик никого не сделает трезвенником. Плохой человек никого не сделает хорошим человеком. То есть, конечно, нужен также хороший поступок, хорошие слова, хороший пример. И тогда слово обладает силой, могуществом. То есть, когда-то священники имели огромную силу в словах, боялись, правящий класс боялся нарушать заповеди, потому что священники были очень могущественны. Они были сильнее духовно. Об этом говорит и Библия, об этом говорит и Коран, что чистый дух всегда побеждает. Всегда побеждает. И описываются эти истории, как побеждает этот дух, чтобы в людей была вера. Эта история описывает всевозможная. Как Троецарство в Библии описывается, как Давид стал царём, там всё это описывается, как дух именно побеждает. Но вот эта сила духа, то, что сейчас нам нужно восстановить, не только веру, но и силу духа, могущество, влияние, вот такую бескровную духовную революцию провести, только можно силой духа, силой этой любви и преданности Богу, и преданным чистым любовным служением, собственно, вот эта жертва своей собственной. Вот это реально может помочь миру, наши усилия могут увенчаться большим успехом. Ну вот это моё понимание, спасибо вам. Спасибо большое. Инсав Хазрат, Марина Заншарифовна, упоминали сейчас и мусульманство, и Марина непосредственно вас. Одинаково есть желание передать каждому из вас слово. Смотрите, кто чувствует желание дальше подхватить. Инсав, видимо, вам выступают. Я хотел уступить Марине Заншарифовне, как бы, наверное, так более правильно, благодарю вас. Моё видение вот в этом вопросе. Первое — это молитва. Каждый день верующий человек из мусульман минимум 17 раз, минимум 17 раз, говорит, «Изди нас иратор Мастахи, о Господь, веди нас прямым путём». Потому что мир такой, очень, так скажем, с разными распутьями, с разными такими тяжёлыми моментами. И мы прежде всего, до того, чтобы что-то начать самим делать, мы прежде всего просим Всевышнего Господа, чтобы Он нас ввёл прямым путём. Поэтому как бы минимум 17 раз мы в своих молитвах читаем, «Изди нас иратор Мастахи, веди нас прямым путём». И есть изречение пророка, в котором он сказал, «Мен пале халяка ковм инфа ахляка». Тот человек, который сказал то, что весь народ погиб, тот сам стал причиной тому, что они погибли. Поэтому ни в коем случае никогда нам нельзя терять надежду в народе и в людях. То есть вот здесь Александр Фенди сказал то, что 90% людей, а я ведь согласен действительно. Много людей, вот мы разговариваем, для них всё, что сейчас вот это накладывается, это всё чушь-то. Да, они, к сожалению, отступаются, ослушаются, ошибаются, но они это признают. Ведь есть вот грех перед Всевышним Господом. Есть два вида греха перед Богом. Есть грех, который человек последовал своей страсти и осушился. Есть грех из-за высокомерия. Вот то, что грех из-за высокомерия, когда человек говорит, я грешу, я имею право грешить, и как бы Бог мне не указ. Вот этот грех не прощается. Если человек не покается, если человек не уберёт себя, вот это вот, как бы, накидку высокомерия себя не снимет, то этот грех не прощается. Но когда человек совершает грех, но он, как бы, вот захотелось ему, ошибся он, ослушался, как бы он последовалось. Вот это вот вожделение, это в исламе называется НАФС. Вот это нас, вот это вот то, что ведёт человек. Когда-то у меня спросили, а вот что такое НАФС? Это же, это очень, там там написано, объясняю, что такое НАФС. А вот в моём понимании, это вот Луна. Вот мы же видим Луну. Вот Луна — это душа. Вот здесь светлая сторона Луны, которая освещает дорогу корабля, там, как бы является светом ночью. То есть, как бы Луна, вот светлая сторона, а вот есть у Луны ещё тёмная сторона, которой, как говорится, там никто не бывал, да, вот тёмная сторона Луны. Вот это нас, вот это вот порочное движение души, вот это вожделение, страсть, которая действительно, и человек иногда по причине этого вожделения, по причине этой страсти ослушается, но он не считает, что он прав. Да, он ослушался Господа, и он сожалеет об этом. Если ему показать его путь покаяния, он покается. Если объяснить, он опоймёт, то этот грех Всевышний Господь прощает. Это не говорит то, что нужно грешить, об этом никто не говорит, но то, что этот грех не закрывает пути, не закрывает врата покаяния, в отличие от высокомерия. Каждый человек, по вероучению ислама, каждый человек рождён на фитре. Фитра — это врождённые чувства веры. Он родился верой во Всевышнего Господа. Потом уже всё, что вот, как бы, внешние факторы делают человек. И поэтому, если вера в арабском языке, в исламе, будет иман, то неверие в арабском языке, то, что в Коране приходит, называется куфрун. Слышали возможно слово куфр. Вот у каждого слова есть этимология, то есть, откуда оно образованно. Вот слово куфр — неверие, с арабского языка означает образован от глагола кафара, то, что означает закапывать. То есть, то, что, например, человек выкопал лопатой, закопал туда что-то, то есть, как бы, сверху посыпал. Вот это тоже в арабском языке означает кафара, то есть, закапывать. То есть, вот что такое упор или неблагодарность это когда человек закапывает свое как бы веру во всевышнего господа вот что это каждый человек каждый человек рождается с верой во всевышнего господа и вот коране есть такой стихи такие такая суры есть коране называется сур из . есть маленькая сура которая называется в переводе с арабского означает либо предвечернее время либо век 100 лет через сто лет нас с вами уже никого не будет и через сто лет возможно будет уже совершенно другие проблемы мы вот в этих своей жизни в своем веке живем и вот всевышний господь говорит вот в этой суре он говорит инна линкс она на фигурс поистине все люди пребывают в убытке они сами себя привыкли убыток кроме тех кроме и три условия всевышний господь говорит люди будут пребывать в убытке если только они не уверуют я не должны уверовать вот аласа убит от и будут призывать друг другу к терпению сначала уверовать у всевышнего господа понять свою миссию потому что без господа человек не может понять миссию пребывания на этой земле если так только его вся миссия сводится к тому чтобы кушать петь плодиться но и животные также это живет извините пожалуйста как бы но вот так вот есть человек создан для высшего потому что это бенит творение всевышний господь там говорит мы создали человека пинцом то есть наивысшим варенье и вот человек сначала познают его вот аласа убит от и он заповедую друг другу истин где-то наши вот по слове того сом вот когда они вот в переводе с арабского языка означает заповедую друг другу то есть он готов услышать у другого человека готов принять там где он ошибся он готов принять от другого человека и сам заповедую другом вот он вещатель всего права человек может ошибиться человек может оступиться он готов услышать от другого человека истину он готов принять другого человека истину и заповедует терпение на этом потому что на пути истины нужно терпеть конечно же проявить терпение в любом любом моменте нужно проявлять поэтому я как лично моему как верующий человек я я думаю все будет хорошо в любом случае как бы нам нам нужно стараться никто не говорит то есть никто не снимается на соответственности трудиться все будет хорошо и которую выбрали от всевышний господь говорит мы ведем человека двумя путями путем благодарности путем неблагодарность и каждому мы облегчили его человек который выбор путь выбрал путь неблагодарности идет этим путем всевышний господь открыл ему это его право из тоже нельзя лишать человек его путем как бы он сам выбрал свой путь начали который выбрал путь благодарности который хочет идти этим путем это будет благодарности означает не только 1 благодарность человека господу а второй этот же путь благодарность господа человек отблагодарит он счастьем в обоих мира поэтому верующий человек в коране тоже сказано есть говорит среди людей те которые говорят о господь даруй нам благо в этом мире но они не просят вечного но есть среди людей которые говорят о господь даруй нам благо в этом мире в будущем вот это наш путь и детям путем поэтому даже то что мы с вами сегодня собрались это же не просто лишь не просто просто ничего не бывает может все таки утром проснулись как бы встали приехали а включили значит какая-то же миссия есть ли какая-то же цель этого есть поэтому как бы никогда нельзя терять надежду никогда нельзя унывать нужно как бы как то есть как один ученый сказал на пути говорит требования знаний у нас горит не стоит цель добраться до финиша то есть мы никогда не доберемся невозможно человек не может познать полностью всевышнего господа полностью познать мы не ставим цель добраться до финиша то есть вот все 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 ты познал так не бывает но мы ставим цель встретить господа на этом путь чтобы пребывать в этом мире и уже в вечности этот путь продолжить спасибо спасибо большое инсав вы знаете мое сердце ликует сегодня просто по линии православного старца печорского монастыря по линии мусульманство по линии ветх слышал одни те же вещи причем многие из них я слышал когда-то в других традициях то есть это настолько настолько понятно становится и живо вот эти ценности вот эти ценности мы все подписываем свое имя подниму все хотим быть вот именно таким примером спасибо большое просто это я я не так часто был учить и пока мне сегодня так здорово было послушать и понять что боже мой я все то же самое я слушаю сейчас из ваших уст вы привыкла сарана у нас и для всех гостей я скажу по времени остается буквально 18 минут то есть я наверно марин за шарифным сейчас вам передай слова потом может быть ну хотя бы несколько отликов очень теплые отлики в том числе приходили и я хочу пригласить вас друзья те кто слушает онлайн несколько сотен людей сейчас одновременно с нами мы будем рады узнать что вам откликнул что вам запомнилось ну и может быть какой-то один вопрос в конце успеем от аудитории взять любом из вас но вот буквально 15 минут мы хотим уложиться пожалуйста тогда вам слово спасибо большое простите я услышала и испытывают тоже самое чувство что и вы алексей я уверена что каждый из нас сегодня с утра молился вот то что вы инсав сказали и каждый из нас вопрошал господа будет воля твоя и вот сейчас она проявляется потому что но я не знаю алексей ты конечно искал но мы точно друг друга и вот не то чтобы искали си но в сердце у нас было желание вот найти этот диалог чтобы потому что мы знаем что за каждым идет вот я знаю что александр геннадьевича столько людей а мусульманской традиции которые слушают намаз ой читают намаз они говорят они слушают лекции и говорят пожалуйста расскажите как мне лучше читать намаз александр геннадьевич рассказывает как вот чтобы это было действительно не просто от ума а чтобы вот сердце вкладывалось чтобы и ум читал тоже намаз да и христиане тоже и вот когда знаете когда люди увидят что мы не конкурируем не хотим чтобы все стали кришнаитами или нет все давайте вот сюда то есть мы не паразитизмом занимаемся а мы действительно с душа болеет за то чтобы воля господа а господь точно хочешь чтобы все были счастливы вот она свершилась когда вы молодар говорили о том что отбивать сбойным молотком дать вспомнила сократ сократ мы его знаем как философа но изначально он был на самом деле скульптором и когда его спросили ну а почему вот такая трансформация он говорит в начале своего пути я из камня хотел сделать подобие человека а теперь я хочу из человека выбить все каменное словом и вот действительно это так и есть и то что вот мне очень откликнулась александр геннадь что вы сказали что действительно личный пример он очень важен но каждый из верующих людей каждый понимает что у меня ну какой мой личный пример то есть это сразу такое чувство мне тогда не надо говорить ничего я помню свое время александр геннадь чего вас спросила но у меня же еще не живу по вот это вот сказать что я прям или же у меня нет уже и гордости я прям такая смиренно но этого же нет на каком основании не право читать лекции и вы мне тогда сказали потрясающую вещь вы сказали а вот и говори и гори в огне стыда пока говоришь и вот этот огонь стыда будет тебя очищать я такое наставление получила действительно фактически когда мы хотим помочь другим потому что мы хотим и сами еще далеки от совершенства но мы каждый в пути и вот а вот это чувство каждый в одиночку точно ничего не сможет но объединяет свои усилия желая слышать друг друга и слышать истину и действительно делай божье дело это очень важно поэтому я уверена что но по ведь личным примером и проповедь как помощь людям они как желание просто как идеи лозунги никто сейчас это слушать не будет и поэтому вот когда каждый из нас просто как вы тоже сам не знаете говорите что если пожар то вы не говорите позовите меня пожарников с православной церкви ну то есть вы понимаете что надо просто тушить и сейчас это очевидно что пожар и вот все таки я думаю что то что сегодня происходит и нас сотни людей слушают я думаю что какой-то пожар в каком-то сердце мы точно сегодня потушили вот поэтому спасибо вам большое еще раз и сегодня у меня прям радость я буду об этом рассказывать всем я хочу еще буквально один маленький вчера у нас был в астане большой родительский форум и пришло но шестьсот с лишним человек пришли много мужчин и они сидели с утра и до вечера и они слушали слушали и говорили пожалуйста говорите об этом больше мы хотим это слышать сейчас чего мы только не слышим но когда вы говорите и мы хотим как глоток какой-то чистоты глоток надежды и мы хотим вам помогать и мы хотим чтобы этого было как можно больше распространено вот это говорят люди которые просто действительно то что вы говорите невинные они хотят как и мы с вами тоже захотели и то что мы же прям с облака спустились ангелы какие-то нет вот каждому до каждого кто-то достучался и вот это такое счастье быть вот в этом удивительном божьем деле который просто ты как почтальон вот как благую вещь до несешь а вот как алексей говорили столько много сейчас всякой рекламы и всего но господь то он другого хочет а это будет воля его спасибо большое спасибо огромное вы упоминали сейчас но кто-то да услышал вот я хочу несколько зачитать вот ликов марина филатов например пишет огромная благодарность за этот эфир за этот симпозиум я тоже в таком восторге что все религии говорят сегодня об одном что господь едино ведет всех нас к одной цели такое выдушевление идти и делать огромная благодарность вам дорогие учителя марина пишет что сегодня для нее было подобно божественной симфонии ирина ремонтова напрямую к владару нацелала что в самое сердце слова и возошли еще отвлек очень радостно видите слышать уважаемых учителей представители разных конфессий здесь в едином пространстве спасибо за возможность присутствовать здесь очень ценным маша данилу пишет что вы своим примерным послужением показываете всем нам пример имеющий уши да услышит так сердцу радостно когда люди разных традиций говорят об одном когда в сердцах бог и любовь это очень чувствуется благодарю за эту бесценную встречу и самые разные слова и бальзам на душу и очень очень много добрых слов спасибо вам большое за такой отклик я даже не знаю я меня я хочу пожалеть наших дорогих лекторов мне периодически пишет команда что надо надо отпускать знаете я наверно попрошу всех те кто сегодня вместе с нами слушает давайте пожалуйста свою очередь поблагодарим и вот прям помолимся чтобы все те кто сегодня присутствовали получили еще больше энергии здоровья потому что вот это ощущение приподнят приподнятости духа ощущение желания быть этим примером сталкиваться с той то что инсав назвал теневой стороной до обратной стороны луны чтобы в этот момент было чьи уста услышать и чей лик вспомнить спасибо вам большое и вот то что сейчас сказал марин замшарифом нам сказала я почувствовал это я обязательно буду этим делиться вот я хочу пригласить вас будь то приглашение на симпозиум на грядущие семь дней будь то личные страницы тех гостей кто сегодня присутствует мы давали ссылочки на их телеграм-каналы и у инсав а также страница вконтакте пожалуйста используйте эту возможность и самим как завещался не александр геннадьевич и словом и примером и своим словом и также просто делясь вот теми словами которые которые сегодня транслировали ежедневно транслирует дорогие учителя и те кто сегодня присутствовали влада и отдельно вам спасибо за то что без компромисса топите за верность большой пример всем нам спасибо огромное я хочу вот на несколько минут раньше закончить эфир и я хочу извиниться перед теми у кого были какие-то технические сложности мы проведем тоже небольшой рефлексию выложим какой-то мануал подсказку гайд чтобы вам было также легко слушать в онлайне и обязательно выложим запись если кто-либо из вас хочет буквально по минуте полминуты что-то сказать в конце пожалуйста если вы хотите на этой секунде закончить мы также можем здесь подвести финал поэтому дорогие участники пожалуйста если хотите прозвучать в конце буквально на полминуты минуту пожелать удачи всем присутствующим то есть но вот эти ценности которые так люди хотят слышать вот я желаю чтобы это принесло удачу всем и здесь присутствующим и многим-многим другим кто вас будет слушать несомненно прижит огромную пользу поэтому и желаем быть вот такими вот ну как бы излучающими свет знания в обществе продолжать эту деятельность спасибо огромное всем видимо все подписались под этими словами если никто больше не включает микрофон благодарю нижайший поклон за то что вы нашли время и возможность участвовать в открытии симпозиума уже завтра мы продолжим темы социума и наследия будут пять других уникальных гостей и спикеров о которых мы расскажем буквально вслед за окончанием этого эфира большое вам спасибо всем счастливой до встречи